Мы видим, что Путин пытается создавать такие инфрационные посылы, но усиливает именно тем, что именно или лично заявляет о ядерной угрозе и красных линиях, или уполномачивает Медведева или Пескова для сообщения о том, что очередная поставка, например, партии ракет с высокоточных дальнобойных ракет, красная линия, удары по Крымскому мосту, Кетшинскому конкретно, или по базам Черноморского флота, или тем более по Кремлю, и особенно по Рублевке, это суперкрасные линии. Но понимает, что эти красные линии условные, они никогда не были решающими, потому что у России нет такого потенциала, который бы был задействован в ответ на какие-то нарушения этих условных линий. Он постоянно идет на уступки, потому что показывает свою слабкость. Он понимает, что, например, удары по Кетшинскому мосту показали то, что они слабы.